Люблю я разного рода штучки Вот видите, это такой дракончик Миленькая такая Скульптурка, поделка Выполнена из металла И что хорошо, что она выполнена именно из металла То есть я люблю из металла, из минерала Нежели из чего-то там такого искусственного То есть это радует глаз Так, ну перейдем к верблюду Верблюд олицетворяет собой достаток, богатство Это больше по восточным представлениям Причем Ближний Восток Это арабское представление Для них верблюд значит это Олицетворение достатка Олицетворение какого-то благородства Переемственность традиции Он весь, видите, разукрашен Различными узорами, орнаметром Ну это такая вещь Опять-таки сделана из металла Сделана ручным способом Ну возможно штамповку тут они делали А потом уже дальше Что-то руками работали То есть это вот такая вещь, которая Ну как бы сказать, притягивает богатство Достаток Вот по-своему создает Ауру в этом помещении Далее идут у нас ганеши Вот такой вот ганеша Лежащий ганеша Почему именно ганеша? Так как я работаю с информацией Пишу книги По крайней мере раньше писал их То вот важно было Ну для кого как Лично для меня это было важно Для кого-то абсолютно не важно Это вот заиметь какого-то, так сказать Покровителя мудрости Который бы помогал писать Вот у него, видите, клычок один сломан Именно вот этим сломанным клычком Бог ганеш писал разного рода Такие философские, медицинские Ну, говорите, произведения Стоял за спинами древних мудрецов И помогал им писать ихние вот трактаты Поэтому вот я как-то Если есть такая возможность Я приобретаю Ганешу Вот Вот это как раз такой тяжеленький Случай ганеша А это серебряный ганеша Вы видите Так получилось, что Меня пригласили Ну, мои почитатели К себе домой По-моему, это в Москве было Было это, естественно, давно И там Там как раз они Там ездили Вернее, там Какое-то время Работали в Индии Вот И, естественно, привезли Разного рода поделки В том числе Вот этого серебряного ганеша Привезли серебряного ганеша Вот Я их как-то и не просил Что именно мне это все подарили Ну, как-то так вот вышло Я уже не помню Что Я отказывался от него Потому что я понимаю Что это довольно дорогой подарок Тем более это серебряный Насколько мне там сказали Вот Но, тем не менее Хозяин настоял на том Чтобы я принял этот подарок Ну, я отказывался Отказывался Потом Раз оно идет Я его принял Вот такое вот Божество ганеша Во всем своем, так сказать Могуществе С различными тут дарами С различными Атрибутами силы власти Крыска стоит Которая ему служит Ну, вот Вот это передо мной стоит Как, как бы сказать Своего рода такая Тонкая интимная связь Которая соединяет С творческими Какими-то Пластами Где хранятся Знания И вот эти знания Как бы сказать Потихонечку Если ты к этому стремляешься Они к тебе Ну, Бог говорит Перемещаются Ну, вот Вот так вот Я объяснил Это мое объяснение Я не настаиваю На Какой-то там Какой-то замудренности Да, кстати Вот у меня интересны Также камешки Это, по-моему Все в этих названиях У них Такие вот 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 То был Синенький Вроде как Аметист А это, по-моему Оникс Вот такие вот Камушки Они приятны На ощупь Их приятно Держать И вот они Здесь У меня находятся Вид столов Такие Хорошие Соответственно Соответственно Энергетики Их особо Энергетику Можно определять По тому Цвету Который Они Излучают Дают И Эта Энергетика Значит Какая Такая Желтоватая То есть Эта Энергетика Активности То есть Активизирует Жизненные силы Активизирует Работу Организма Потому что Наша Аура Она Резонирует Со всем Что Здесь Имеется Кстати Есть у меня И вот Я специально Приобрел Это Кусочек Сертифицированный Кусочек Космического Железа То есть Это Метеорное Железо Оно Прилетело К нам Из космоса Вот такое Вот оно Я его Приобрел В Москве И Храню Тоже Тоже Поверчу Его Как-то Что-то Это Дает В какой-то Мере Говоря Вот Вот Так Вот Это Поострее Действует Это По Общей Такой Площад Дает Вы Видите Тут Краплинки Аметиста Вот 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 Зеленое Это Что Там У нас Сразу Так Сказать На ум И не Идет Минерал То есть Это Своеобразная Такая Энергетика С этого Пестика Идет Она Как бы Сказать Умиротворяющая Зеленый Цвет И Вот Этот Холодный Фиолетовый Цвет Они Как бы Сказать Способств Тому Что Умиротворяют Расслабляют Успокаивают О Вот Так Вот Вещь Я Люблю Действую Далее Возьмем Компас Компас Указывает Ну Так Как-то Случайно Здесь Оказался Указывает На Направление Твоей Судьбы Направление Твоего Творчества То есть Это Такая Вещь Которая Как бы Сказать Соотносится Вот С вектором Твоих Умственных Усилий Умственных Устремлений И Вот Как раз Дом Стоит Очень Хорошо Ориентирован Север Туда Юг Туда То есть Я Сижу Вот так Вот Строго По Линиям Магнитного Поля Вот Как-то Он Тут Показался Так Имеется Два Ножика Я Я Я Я Не хочу Сказать Что Я Помешан На Ножах Но Если Как бы Сказать Позволят Средства И когда Они Позволяли Я Я Я Приобретал Приобретал Такие Красивые Вещи Вот Такой Вот Ножичек Ручка Все Это Тут Инструктировано И Самое Еще Что Для Меня Важно Не Только Там Допустим Рисунок Чтобы Это Было Красиво Но Чтобы Это Было Функционально И Практично То Есть Я Люблю Чтобы Если Это Нож То Естественно Сталь Была Одна Из Самых Лучших Из Самых Лучших Вот Мне Понравился Такой Вот Интересный Ножик Который Называется Ну Я Так Его Называю Козья Ножка Вот Здесь Значит Сталь Сделана Лезвие Такое Довольно Таким Тоненькое Сталь Такая Хорошая Из Из Подшипников Лест Из Там Клапанов Клапанная Сталь Как раз Вот Вскрывать Им Письма Было В свое Время Удобно И Как-то Тоже Он Радует Глаз Своими Формами Своими Функциональными Возможностями Своими Качествами Что Не просто Тут Сталюка Которую Надо Постоянно Точить А Ну Вот Вещ Чтоб Это Была Вещь Начнем С Чаш Вот У меня Есть Такая Большая Чаша Чаша Это Не Просто Чаша Вы Видите Разного Рода Тут Орнаметр Тут Какие-то Буквы Вот Это Орнаметр Вот Эти Буклы Вот Это Мандала Видите Вот Мандала Значит Что здесь Происходит Вот Они Звуки Которые Отходят Эти Узоры Все Очень Удивительные Это Такая Довольно Таки Ну На мой взгляд Скажем так Старинная Тибетская Какая-то Мандала Чаша Пающая Которая Которая Как она Работает Она работает За счет Того Что Здесь Нанесен Определенный Рисунок Определенные Буквы Вот Эти Вот Это Все Это Соединение С космическими Силами То есть Это Графическое Выражение Космической Силы И Когда Мы Хотя бы Вот Так Вот Активируем Чашу Ну Лучше всего Вот Так Вот Тем Самым Мы Невольно Соединяемся С Вот Этими Опять Пластами Пространства С теми Космическими Силами Которые 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 Могут Нам Помогать Которые Мы Привлекаем Для Тех Или Иных Допустим Целей Которые Наша Наша Представляет Соб Вообще Чашу Которую Мы Наполняем Теми Или Иными Своими Деяниями Которые В конце Концов Слаживают Нашу Жизнь В хорошую Сторону В плохую Сторону Вот Что Вы Наполните Как Эту Чашу Какими Делами Какими Звуками Каким Благородством И Вот так Она Будем Говорит Вот Что-то Такое Общее Есть Вот Я Не зря Приобрел Я Несколько Чаш Но У меня Дочка Растянула Великолепный Особый Звук С помощью Этого Звука Идет Очищение Пространства Комнаты Вообще Вот Другая Поющая Чаша Здесь Смотрите Другой Рисунок Другая Мандала Не зря Я вам Рассказал Про Мандалы Мандалы Это Технология Будущего Пришедшая К нам Из Прошло С помощью Вот Работы С мандалами Человек Может Постигать Свою Собственную Сущность Он Может Постигать Вот Это Окружающее Пространство Понимать Его Входить В него Резонировать С ним То есть Это Очень Интересная Такая Наука Которую Я Затронул Примерно В том В том Как бы Сказать Направлении В котором Надо Это Не просто Раскраски Которые Я вам Показывал Это Будем Говорить Когда вы Работаете С мандалом Раскрашивая В тот Иной Цвет Цвет Вы Начинаете Соединяться Опять Так С теми Иными Силами Которые Просто Здесь Графически Выражены И У вас Наступает Умиротворение Успокоение Расслабление Решение Проблемы Нахождение Чего-то Там То Что вы Хотели Узнать Ну Ну Теперь Как Она Звучит Космический Звук Вот Он Пошел Тонкий Звук Идущий Из Пространства К нам И Не надо Делать Так Чтоб Она Вот Так Вот То Есть Я Считаю Вот Это Неправильно Когда Слишком Насильно То Есть Тут Тут Начинается Несколько Как Сказать Раздражающее Действие Слишком Навязчивое А Вот Именно Вот Этот Тонкий Звук О Слышите Вот Идущий Из Самых Глубин Пространства Замечательно Вот Есть Такие Вещи Которые Которые Как бы Сказать Показывают Рассказывают Соединяют Вас С Теми Мирами Из Которых Идет Вот Это Все Материальное То Если Мы Там С Вами Мыслительно Сделаем Нечто Или С Помощью Своего Настроения Как бы Сказать Вот Мы Образуем Там Нечто Такое То Это И Идет Сюда И Овеществляется В нашей Жизни Будет Нечто Грубое Что Мы Там Какие-то Звуки Знаете Такие Негармоничные Неестественные Естественно И И будет Какая-то Дизгармония У нас Не Просто По здоровью Она Она Пойдет По Судьбе Она Пойдет Знаете Как Борозда Которая Тут Так Рвет Нашу Жизнь Ужасные Вещи Короче Творятся Далее С этой Темы Мы Сразу Переходим С вами Эта Бумажечка Есть Такая А На самом Деле Я Собрал Вот Такую Вот Коллекцию Символы Счастья Талисманы Амулеты Меня Очень Заинтересовало Как Это Работает Я Практически Все Собрал У Меня Есть И Как Нем Как Нем Я Целую Передачу А вернее Цикл Передач Посвящу Тому Как Работают Талисманы Амулеты Видите Опять-таки Графическое Изображение Вот этих Вещей Оно Тем не менее Способствует Тому Что Задает Какой-то Тон В пространстве Задает Тон В вашей Судьбе И Что-то Совершается И чем Мы Лучше Понимаем Этот Процесс Тем Больше Будет Отдача Это Так Слад Тематика Наших Следующих Следующих Этих Очень Я люблю Колокольчики У меня Есть Коллекция Колокольчиков Коллекция Колокольчиков Есть Которые Я Собираю И Вот В свое Время Я Знаете Был В Петербурге А там У них Много Таких Колокольчиков Было И я Поразил Продавцов Этих Сувениров Тем Что Я Отбирал Колокольчики Не По Внешности Насколько Там Они Красивые А Именно По Звуку Я Слушал Как Они Звонят Идет Очень Интересное Очищение Пространства Свято-Троицкая Сергиевая Лавра То есть Колокольный Звон Он Он Обладает Способностью Очищать Пространство Недаром Когда Раньше На Руси Там Была Эпидемия Чумы Холера Или еще Что-то Звонили В колокола Для того Чтобы Очищать Пространство От разного Рода Нечисти Вот Это Такой Колокольчик Вот Колокольчик Поменьше Смотрите Вот Малиновый Звон Колокольчика Как Он Звонит Действительно Малиновый Звон Вот Он Как бы Сказать Если Это На Таких Частотах Несколько Грубоватых Как бы Очищает Пространство Там Ну Какие-то Грубо говоря Настроения Мысли Навевает То Этот Работает Совершенно На Иных Частотах И Создает Вот Такие Вот Вибрации Которые Не Всегда Должен Заметить Но Иногда Очень Хочется Послушать Кстати Создать